Все находящиеся в Доме Божьем, давайте искренне зададим себе вопрос, насколько при Псалме, который был сейчас пропетый, ближе к нам стало небо. Друзья мои, может быть, вам что-то мешает. Может быть, не раз мы пытались все-таки открыть его. Может, в потаенной комнате, в которой мы находимся порою, мы ищем его, а небо так порою далеко от нас. Вам могут поделиться друзья, что тогда, когда небо спускается близко, его можно просто ладонью потрогать. Это Бог близко к вашему сердцу. Аллилуйя! Друзья мои, сегодняшняя тема, эта тема просто потрясающие народы. И, к сожалению, так жалко, что мир не слышит всего того, что здесь сейчас происходит, на место, где смотрят пристально очи Всевышнего Бога. Сколько еще людей блуждают, сколько среди нас недостает людей. Итак, я хотел бы сказать вам о том, знаете ли, сколько людей сегодня просят и говорят, Сторож, скажи, сколько ночи, почему устали, изнемогли, на пути столько проблем, сколько горе и страданий. Не ладится сегодня с друзьями, не идет сегодня работа, не понимают родители и близкие. В этом тяжелом состоянии, когда просвета нет, люди взывают и просят, Сторож, сколько этих ночей еще впереди. О, если бы небо молчало и не отвечало, если бы Сторож не говорил. Но Сторож говорит, близится утро, но еще ночь. О, слава Богу, что он говорит, что близится утро, рассвет недалек. И для того, чтобы дождаться вот этого благоприятного, доброго утра, когда вас сияет солнце правды, нам нужно с вами, молодежь, сила от Господа. Где ее черпать? Где ее брать? Кто понесет из раненых, избитых людей вот к тому источнику, где можно черпать эту силу? Я хочу сказать вам вместе с братьями и служителями, если вы сейчас на этом месте чувствуете, что ваше сердце разрывается, и в толпе многочисленного людо, вы тоже задаете вопрос, Сторож, сколько этой ночи? Помните, что вы не одиноки. Вы на этом месте потому, что здесь есть ваши друзья, способные помолиться за вас. А наипаче, сегодня, предваряя этой встрече, говорит сам Господь, что я близок ко всем, призывающий имя. От кого зависит? От Бога или от тебя? Не спит и не дремлет тот, который хранит Израиля. Могут люди спать, но он не спит и не дремлет. Он видит Божий свой народ. Уж больно большая цена положена за этот народ, за этих людей. И так просто он не отпустит и не отдаст. Поверь, мой друг, он так просто не тринет себя от себя. И так нужно идти к Иисусу. Я знаю, друзья мои, когда-то произнес сам Господь, Евреям 7,13, И ныне так, как вы делаете все эти дела, говорит Господь. И я говорил вам с раннего утра, а вы не слышали, и звал вас, а вы не отвечали. Бог не человек, который прекратил звать. Он может позвать нас всех с вами через вашего близкого друга, через проповедь. Даже через это пение, которое прозвучало, что небеса, на которых обитает Сидержитель Господь, готовы сегодня, готовы прийти так низко для того, чтобы ты находился в облаке Божьего благословения. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Друзья мои, сила у Бога. И еще одно место священного Писания. С Богом мы окажем силу. Я прошу всех встать на ноги. Я хочу, чтобы вы сейчас прислушались к голосу великого Бога, который говорит к вашей душе и к вашему сердцу за ваших родных и близких. Они не в Африке, они не в Индии. Они сегодня блуждают по улицам. А может, кто-то закрылся в доме и плачет, и скорбит. Ты сегодня имеешь чувствование, которое во Христе Иисусе. Ты можешь прочувствовать боль и все нагромождение. Дорогие мои, дорогие братья и сестры, позвольте пробраться к вашему сердцу, любящему Богу вашему. Сделайте, пожалуйста, друзья, что-нибудь, чтобы Бог мог прикоснуться к вашим близким, родным, им лично к вам, для того, чтобы достучавшись, сказать вашему сердцу мир. Мы сейчас просто не можем, друзья мои, ждать какого-то другого времени. Мы не можем просто ждать, когда что-то произойдет. Сейчас в этом служении у нас прекрасное время услышать голос всех вопиющих, страждущих. Сторож, сколько ночи устали, изнемогли, плачут, слезы проливаются. А Бог говорит, зачем тебе блуждать, зачем тебе страдать? Я Бог твой. Аллилуйя! Аллилуйя! Я Бог твой! Сегодня так немножко нужно поверить нам. Я сейчас прошу всех вместе с братьями-служителями, сейчас, чтобы мы совершили эту молитву, специальную молитву, которая помогла бы нашим друзьям, вашему братику и сестричке, помогла бы сейчас услышать, как стучится Господь и говорит, тебе не надо где-то за океаном искать меня. Я здесь, рядом, я близок ко всякой душе, призывающей имя Его. Для того, чтобы вместе с хором была воспета хвалетная песнь, Христу нужно прочувствовать Его силу и благодать в своей душе и в своем сердце. Я прошу вас, сын, не будьте равнодушны, братья, дорогая молодежь! Вас Бог приготовил для высокого, для более трудного времени, где вы станете плечо к плечу для того, чтобы помочь ближнему своему. Итак, я смотрю сегодня на это многочисленное число. Может, вы не смотрели направо и налево. Сколько у вас друзей? Посмотрите, пожалуйста! И я бы просил сейчас всем, кто чувствует прикосновение Божьей силы и Духа Святого, не быть равнодушным. И то, что Дух говорит, помолиться за всех, кто устал на этой дороге, они ждут вашей помощи. Вы чувствуете это? Вы слышите Божий голос? Поднимите руку своих. Кто сейчас чувствует, что за кого-то надо молиться? За своего близкого, за родного, за отца и мать, изнемогающие в этой местности. Итак, сейчас мы молимся. И если кто-то действительно хочет приблизиться, пользуйтесь возможностью, пока братья священства здесь, на этом месте. Итак, искренне несем молитву к Богу во имя Иисуса Христа.